Сегодня я решил поговорить о самом важном, без чего не может быть ни астрономии, ни астрономы, без чего ни научной работы, ни жизни у нас нет. Если некоторые подумали, что это отдельный кабинет, или там пиджак и галстук, или зарплата, то вы ошибаетесь. У нас нет жизни без телескопа. Мы не можем изучать Вселенную без телескопа, и, мне кажется, это самое главное, что есть в астрономии последних четырех столетий. Об этом мы поговорим. Хотя вроде бы частный вопрос, технический вопрос, но, мне кажется, тут собрались истинные любители астрономии, и для нас это очень важно, это принципиальный вопрос. Поговорим о телескопах, а начнем, как полагается, со звездного неба. Все-таки замечательная возможность для городских жителей увидеть настоящее звездное небо под этим куполом. Больше нигде в Москве, да и в ближайших окрестностях, такого неба не увидишь. Такое небо мы видим только в высокогорных пустынях. Вот такое же богатое, как только что под куполом планетария увидели. И, надо сказать, для меня это все-таки загадка. Почему человеческий глаз ночью видит звезды? Дело в том, что, с моей точки зрения, биологической необходимости в этом нет. Почему природа создала такой удивительный приемник света, как глаз человека, который днем не слепнет от яркого солнечного света, а ночью многие миллиарды раз более слабые источники света звезды видит? Это я оставлю для биологов и экологов, которые думают о выживании человека на Земле. Каким-то образом это было необходимо нам, но как, я не понимаю. Но благодаря этому мы все-таки можем без всякой оптической техники и все эти тысячелетия эволюции человека видели этот замечательный звездный купол. Но ничего более мы не видели. Единственная планета, географию которой мы можем различить невооруженным глазом, это Луна. Вот полный лунный диск мы видим приблизительно так, но если глаз у нас стопроцентно здоровый или очки хорошие. И люди еще до изобретения телескопа пытались рисовать карты Луны, единственная географическая карта соседней планеты, спутника Земли. Карты получались неплохие, какие-то темные пятна моря были видны. Вот карта Гильберта, нарисованная буквально накануне изобретения телескопа. Попробуйте и вы когда-нибудь невооруженным глазом, пронаблюдав Луну, нарисовать карту. Честно говоря, у меня так детально не получалось. Вот Гильберт уже в преклонные годы, тем не менее, смог какие-то детали увидеть на Луне. Однако ничего более глаз человека различить не может. Что мы делаем, когда нам хочется увидеть что-то мелкое? Берем в руки лупу и приближаемся к объекту наблюдения. Надо сказать, лупа, ну то есть увеличительное стекло, линза, изобретена давно. Люди с 13 века ходили в очках, пользовались ими, использовали лупы для увеличения. И, казалось бы, еще один шаг до изобретения телескопа. Но, оказывается, не так-то легко было сделать этот шаг. Мы же не можем, взяв лупу в руки, приблизиться к небесному объекту. В чем смысл увеличительного стекла? Он помогает нашему, хрусталику нашего глаза, сфокусировать близко расположенный объект. Обычно мы держим книгу на расстоянии 20-30 сантиметров от глаз, а так можем на 1 сантиметр приблизиться. Но это хорошо, когда объект наблюдения в руках у вас или перед вами. А как приблизиться к космическому объекту с помощью увеличительного стекла? Разумеется, никак. Где же выход? Этот выход люди искали несколько столетий. И он оказался очень простым. Нужно использовать не одно увеличительное стекло, а два. Одно стекло создает изображение космического объекта рядом с вами, а второе помогает вам приблизиться к нему. Вот и вся хитрость. Так был изобретен телескоп. Ну, поначалу это была просто подзорная труба для морских разбойников и капитанов дальнего плавания. В начале 17 века ее изобрели. Ну, а потом и астрономы Галилея I стали пользоваться телескопом. Итак, одна линза создает изображение объекта, а вторая, окуляр, помогает глазу к нему приблизиться. Две линзы в сочетании дают принцип работы телескопа. Галилей не изобретал телескоп, но он улучшил его, усилил его возможности, взяв идею голландских очковых мастеров, которые создали первые зрительные трубы с очень маленьким увеличением, двух-трехкратным. Морякам этого было достаточно. Галилей довел увеличение собственноручно изготовленных труб до 20-30-кратного, и вот это десятикратное улучшение качества открыло перед ним Вселенную. Телескоп рос, рос, рос. Все астрономы понимают, чем крупнее линза объектива, тем больше света можно собрать, тем более слабые, далекие объекты можно увидеть. Наконец, в конце 19 века телескоп такой вот системы, как Галилей, и потом Кеплер помогал ему, изобрел. Он достиг своих максимальных размеров. Посмотрите, один из крупнейших в мире телескопа, вот астроном сидит. Чувствуете, какой размер трубы. И максимальному весу объектива. Линза диаметром в метр весит почти тонну. И более тяжелая стеклянная линза уже начинает под собственным весом деформироваться и теряет свои идеальные свойства. Поэтому с конца 19 и по нынешние годы, с конца 19 века, телескоп-рефрактор, то есть использующий линзу в качестве объектива, до сих пор не вырос. Вот остановилась его история именно тогда, сто с лишним лет назад. Но, к счастью, уже в конце 17 века Исаак Ньютон предложил принципиально иную конструкцию телескопа. А он придумал вместо линзы использовать вогнутое зеркало. Если оно имеет форму параболоида, то и оно фокусирует свет точно так же, как линза. Только не проходящий сквозь него, а отраженный. Ньютон своими руками, так же, как и Галилей когда-то, изготовил вот этот маленький телескопчик. Ну, здесь непонятно, какого размера этот телескоп. А вот тут я вам его демонстрирую. Он действительно, это точная копия один к одному того телескопа, который молодой Ньютон когда-то сделал своими руками. Кстати, эту копию теперь можно купить. Ее в Новосибирске на оптическом заводе делают. Довольно дешево продают. Точная копия первого телескопа-рефлектора, сделанного руками Ньютона. Тогда молодого Ньютона за это открытие приняли в Академию наук, в Королевское общество, и началась его звездная карьера как ученого. Сегодня мы имеем фактически две или две с половиной разных конструкций телескопов. Рефрактор, то, что использовал Галилей, линза в качестве объектива. Рефлектор, то, что изобрел Ньютон, вогнутое зеркало в качестве объектива. Ну, и здесь глаз расположен у окуляра. И некая объединенная конструкция, где и зеркало, и линза перед ним совместно позволяют создать наиболее четкое широкоугольное изображение. Это уже изобретение середины XX века. Зеркально-линзовый телескоп. Он объединяет достоинства двух предыдущих и компенсирует недостатки и линзы, и зеркала. Но такая конструкция наиболее дорогая. Ее используют сегодня уже и любители, и профессионалы. Так что все три варианта сегодня доступны и людям, интересующимся астрономией, и занимающимся профессиональным. Теперь поговорим о приемниках света. Недостаточно создать изображение, надо его зафиксировать. Вот перед нами уже знакомый вам кусочек зимнего небосвода, созвездие Орион. На этом изображении все звезды, доступные нашему невооруженному глазу. Человек больше здесь никогда ничего не увидит. Это предел для человеческих глаз. Но в природе есть животные, которые лучше нас приспособлены к ночным наблюдениям. Ночные хищники, например, сова. Это же изображение глазами совы, вероятно, выглядит вот так. Ну, фотографию делала не сова, это я с помощью фотошопа, зная возможности совиных глаз, вот так демонстрирую вам. Конечно, можно позавидовать сове, если она вообще смотрит на небосвод. Мне кажется, она больше на землю смотрит в поисках мышей. Но это предел для биологического приемника света. Наверное, ни одно создание больше на этом участке не увидит. Но у нас есть технические средства. Мы берем телескоп среднего калибра, наводим его вот в эту область созвездия Орион и получаем вот такую фотографию. Тут мы видим горячий газ, межзвездное вещество, которое ни один глаз даже самого ночного хищника изощренного никогда не увидит. Перед нами маленький кусочек созвездия, сфотографированный рядовым телескопом. Но это еще не предел для нашей техники. Берем самый крупный телескоп нынешних лет, например, 8-метровый или 10-метровый телескоп-рефлектор. Наводим его вот на этот, ну, казалось бы, почти беззвездный участок неба. И вот перед нами такая картина. Это возможности поистине современного крупного телескопа. И мы видим, что чем больше диаметр объектива, тем больше света он способен собрать, и более слабосветящиеся или далеко расположенные от нас звезды может увидеть. Рост возможностей телескопов на Земле ограничен двумя обстоятельствами. Присутствием атмосферы над ним, или между ним и космосом, и наличием силы тяжести. Вот перед нами два, по сути, одинаковых телескопа диаметром около двух метров. В середине XIX века ирландский любитель астрономии Лорд Рост создал гигантский по тем временам почти двухметрового диаметра телескоп. И конец XX века – космический телескоп Хаббла. Телескопы одинаковые по размеру, одинаковые по количеству света, который способен собрать. Но посмотрите, какую гигантскую неуклюжую конструкцию приходится возводить на Земле вокруг телескопа, чтобы обеспечить ему поддержку и возможность направлять его на разные участки неба. А космический телескоп летает сам по себе в невесомость, не требуя никаких подпорок. Вторая неприятность – это, конечно, атмосфера. Воздух, сквозь который из космоса приходит свет, он сильно ухудшает изображение. А этот смотрит сквозь вакуум, туда, куда хочет, и не испытывает таких трудностей. Собственно, в борьбе с этими двумя неприятностями, с гравитацией и атмосферой, растут и эволюционируют современные телескопы. Давайте по порядку обсудим некоторые их качества. Например, где работает телескоп, как он вообще устроен. Вот классическая фотография крупнейшего, кстати говоря, в мире телескопа-рефрактора, как мы привыкли видеть это на картинках, в учебниках, в популярных книжках. Длинная труба, объектив здесь, окуляр и наблюдатель внизу, большой купол, накрывающий его. Такая конструкция сложилась в середине XIX века. Главное здесь, конечно, оптика внутри этой трубы, но немаловажно еще и как укреплен телескоп и способен ли он медленно и плавно вести наблюдение за каким-то участком неба, сопровождать движущиеся по небосводу звезды. Земля вращается, звезды движутся, и телескоп должен компенсировать это движение. Раньше такая механика была не нужна, но во второй половине XIX века была изобретена фотография. Тогда еще химическая фотография, от которой мы уже начинаем это выкать. Но важно было для получения снимка неба осуществлять длительную экспозицию. Десятки минут, а иногда и часы телескоп должен точно сопровождать движение звезд. Поэтому появилась необходимость в сложном механическом устройстве, в часовом механизме. Ну, это телескоп середины XIX века, внутри него фотопластинка, а все это, вся эта механика позволяет телескопу медленно сопровождать движение звезд, делая вокруг часовой, как говорят, оси, направленной на северный полюс мира, делая один оборот в сутки и компенсируя таким образом вращение Земли. Вот тогда, во второй половине XIX века, и сложился современный телескоп, основные его части. По сути, дальше эволюция происходила только в связи с ростом телескопа. Небольшие любительские конструкции, они на двух осях укреплены. Одна позволяет вращаться, делать сопровождение неба, вторая — направлять телескоп на нужный участок неба. Но для крупных инструментов уже приходится изобретать более прочные конструкции, вот такого типа, где телескоп находится в окружении нескольких мощных балок, поддерживающих его, не позволяющих изгибаться ему, осуществляющих медленное движение. Это уже нелегковесные конструкции. Например, середина XX века. Американские астрономы создали царь-телескоп по тем временам с диаметром зеркала 5 метров. Во-первых, обратите внимание, труба перестала быть трубой. Это уже ферменная конструкция. Труба слишком тяжелой была бы. Пришлось облегчать ее с помощью, убирая лишние части, оставляя только ребра жесткости. Во-вторых, какая гигантская поддерживающая система. Вес всего подвижного, всей подвижной части телескопа около тысячи тонн. И при этом вы можете подойти к нему и, уперевшись рукой, без особых усилий повернуть. Дело в том, что он вообще не на подшипниках вращается, а на масляной подушке. Грубо говоря, он плавает в масле под высоким давлением, которое здесь вот в подшипниках. Ну, это такие масляные подшипники, ванны с маслом. И поэтому движется практически без сопротивления. Вот в этих частях его металлической конструкции, лаборатории, там люди ходят. А где астроном? Раньше он был рядом с телескопом. А теперь в таких гигантах астроном внутри телескопа оказался. Вот в этой кабине наверху. Посмотрите. Вот эта кабина. Внизу зеркало диаметром 5 метров. Это спина астронома, великая спина, это Хаббл, который тогда уже не очень активно занимался астрономией, но еще успел, так сказать, попозировать внутри 5-метрового телескопа. И астроном всю ночь проводил внутри инструмента в абсолютной темноте, в абсолютном холоде. Никаких обогревательных приборов там нельзя употреблять, иначе теплый воздух будет подниматься, испортит изображение. И по сути астроном руководил движением инструментами. Вот здесь вот в фокусе менял фотопластинки. И находился один на один со Вселенной. Вот с телескопом и со Вселенной. Тут уже помощники были ему не нужны, или, по крайней мере, рядом с ним не находились. Прошли годы. Электроника заменила нам такие сложные условия наблюдения. Теперь астроном не мерзнет внутри телескопа, а находится в отдельном помещении. Иногда вдали, иногда на другом континенте вообще. И через компьютер управляет телескопом, который где-то там стоит, в отдаленной обсерватории, под куполом. В отсутствии человека и хорошо, что нет там человека, нет источников тепла. Конечно, романтика при этом из профессии понемножку уходит. Чашечка кофе, друзья, музыка иногда легкая. Все это сопровождает нынешнюю работу астронома. Но эффективность, конечно, значительно выше стала. Телескоп не простаивает, от физического состояния человека ничего не зависит. И вот такое удаленное управление инструментом сделало работу инструмента более эффективной. Поговорим о главной части современного телескопа, его объективе. Зеркало. Вот перед нами заготовка или почти готовое зеркало всего лишь трехметрового диаметра. Посмотрите, какая толщина этого стеклянного диска. Если бы он был сплошным, это была бы многотонная конструкция. Чтобы как-то облегчить его, с тыльной его части вынимают довольно много стекла, оставляют только ребра жесткости между ними, ну как принцип пчелиных сот. Зеркало облегчается, а при этом жесткость не теряется. И оно не изгибается при поворотах телескопа. Вот зеркало пятиметрового телескопа. Тоже такая сотовая вафельная конструкция. Кстати говоря, технология очень сложная. И всего лишь несколько оптических предприятий во всем мире освоили создание, производство таких сотовых зеркал. Поэтому все равно, зеркало весит многие тонны. И естественно, вот пятиметровый телескоп перед нами, когда он был сооружен, и вся эта конструкция, как выяснилось, с трудом сама свой вес удерживает, вот зеркало в нижней части, астроном здесь сидит, а это все вспомогательное оборудование, вот большой подшипник, малый подшипник. Я читал работы американских инженеров, сооружавших этот инструмент, и у них было единодушное мнение. Это конец эволюции телескопа-рефлектора. Более крупных никто никогда создать не может. Как кончилась эволюция рефракторов при диаметре в один метр, так закончилась эволюция рефлекторов, достигших диаметра в пять метров и веса в тысячу тонн. Но оказалось, что это не так. 20 лет спустя, в середине 70-х, в СССР был создан телескоп с диаметром зеркала 6 метров, на один метр больше, чем у американцев. Вес зеркала оказался в три раза больше, чем у американцев. Мы так и не освоили сотовую технологию. Тем не менее, телескоп оказался изящным, легким, и его удалось сделать. Он до сих пор очень эффективно работает у нас на Кавказе. В чем же дело? Изменилась механика. Вместо того, чтобы вращать его вокруг наклонной оси, параллельной оси вращения Земли, осуществляется вращение вокруг вертикальной и вокруг горизонтальной, двух осей одновременно. Такая конструкция требовала участия компьютера в управлении телескопом. Тогда, в середине 70-х, это уже было возможно, и наш отечественный стал крупнейшим в мире. И оставался им примерно 20 лет, пока техника не шагнула дальше. Но эта конструкция до сих пор является прототипом всех современных телескопов. Вот самый-самый из современных, это телескоп с диаметром зеркала 8 метров. Тем не менее, та же самая азимутальная установка вращения вокруг двух осей. Я думаю, что в будущем эта конструкция сохранится, потому что она оказалась единственной возможной для телескопов-гигантов. Так что в этом смысле мы были первопроходцами. Сегодня, например, такой телескоп сооружает мой родной астрономический институт имени Штернберга Московского университета. Тоже, как видите, аналогичная конструкция. Он будет примерно через полгода готов. Тоже на Северном Кавказе, вот в этом месте, недалеко от Эльбруса. Это не гигант. На что денег хватило, то мы и делаем. Двух с половиной метровый. Но он будет вторым в России по размеру после шестиметрового телескопа. И, безусловно, самым современным. Любопытно, что изменился подход к жесткости конструкции. Вот когда делали пяти-шестиметровый телескоп, инженеры полагали, что его конструкция должна быть супер жесткой. Любой поворот инструмента не должен приводить ни к каким его деформациям, чтобы относительное положение главного зеркала, вторичного зеркала, фокуса и других оптических деталей ни на йоту не смещалась друг относительно друга. Но ясно, что жесткость требует массы большой, толщины металла и так далее. Можно ли обойти это требование? Оказалось, что можно. Современные инструменты совсем на других принципах проектируются. Вот пятиметровый середина XX века. Вы чувствуете, это груда металла. А вот телескоп современный, с диаметром зеркала 10 метров. А при этом посмотрите, какая паутинная конструкция его трубы. Этой трубой-то нельзя назвать, вообще прозрачная совершенно. Там и новые материалы, а главное новый принцип. Телескоп может быть нежестким. При его поворотах он может деформироваться. Единственное требование, чтобы не нарушалось относительное положение его оптических элементов. Оказывается, этого можно достичь, если ввести проектирование с помощью суперкомпьютеров, учитывая все требования сопромата. И таким образом телескоп как бы полумягким оказывается, но соответствующим всем оптическим требованиям. Вообще сейчас техника шагнула далеко. Например, недавно студенты Калифорнийского технологического института принципиально новую конструкцию монтировки предложили. Вообще никаких поворотных частей. Зеркало телескопа, приемник света и шесть гидроцилиндров, на которых все это укреплено. Компьютер управляет выдвижением этих цилиндров, и телескоп может повернуться в любое место на небе, с любой скоростью сопровождать, в любом направлении. Все под управлением компьютера и вот этих выдвигающихся, называется гексопод. Шесть гидроцилиндров. Пока эта конструкция пробная, зеркало небольшое, полуметровое, но в принципе это хороший путь для создания крупных и легких инструментов в будущем. Так что студентам есть над чем подумать. Теперь поговорим о доме, где живет телескоп. Мы этот дом традиционно называем башней. Иногда говорят обсерватория. Нет, обсерватория это учреждение, где работают астрономы. А вот дом, в котором находится телескоп, это башня. Башня одного из крупнейших рефракторов. Медонская обсерватория под Парижем. Середина 19 века. Смотрите, какие архитектурные излишества на нем. То есть хотелось, чтобы это еще и красиво было. Но, разумеется, современные конструкторы астрономических башен уже отошли от этого требования красоты. Все подчинено рациональным требованиям. Вот башня современного телескопа, кстати, пятиметровый американский. Ничего лишнего. Любой выступающий элемент за пределы вот этого гладкого купола – это причина для турбулентности воздуха. Дует ветер, спотыкаются какие-то выступающие элементы, начинаются завихрения, и перед объективом телескопа уже неоднородный воздух. Максимум обтекаемости. Верхняя часть – это купол, она поворотная, может на 360 градусов вращаться. И в момент наблюдения открывается вот это окно, мы его называем щель. В данном случае она открывается путем раздвижения вот этих двух створок. Это не абсолютно эффективная конструкция, потому что, когда створки раздвинуты, ветер начинает на их краях создавать турбулентные потоки, и перед телескопом уже не совсем однородный воздух. Наш шестиметровый телескоп на Кавказе в этом смысле лучше сделан. Его башня вообще не имеет выступающих элементов, щель открывается путем перекидывания вот этого забрала на обратную сторону башни. Ну, как шлем у древних рыцарей просто открывается забрала, и оно по-прежнему остается прижатым к башне, и никаких выступающих элементов не появляется. Вообще это идеальная башня. Кстати говоря, купол тоже сложное инженерное сооружение. Весит оно тоже тысячу тонн, потому что это многослойное сооружение. Между внутренней и внешней поверхностями купола там вообще люди ходят, там помещение, лестница. Работают охлаждающие системы. Под куполом здесь внутри помещения воздух имеет совсем не ту температуру, что днем наружи, потому что внутри должна быть температура воздуха, которая ночью предстоит телескопу. Если вы откроете забрало, и ночью будет перепад температур между воздухом, атмосферным и под куполом, то сразу тепловые потоки нарушат вам работу телескопа. Там создаются специальные климат-контроли, создаются условия, прогнозируемые на будущую ночь. Сегодня телескопы настолько большой диаметр имеют объектива, что иногда щель просто размером в половину башни оказывается. В данном случае часть купола сдвигается в сторону. Тоже хорошая конструкция, ничего не торчит наружу, сдвигается и открывает отверстие как раз размером в зеркало телескопа, в его объектив. Не всегда башни такие классические, полукруглые. Иногда они похожи на бочку. Это не оптимальная конструкция, но часто это продиктовано финансовыми соображениями. Вообще башня, вот в данном случае вы видите четырехтелескопный комплекс Европейской Южной обсерватории, о нем мы еще поговорим. Башня очень сложное и дорогое сооружение, потому что телескопы работают в горах. В горах часто бывают землетрясения. И ясно, что башня должна охранять тонкий оптический инструмент от любых сотрясений. В частности, эта башня 8-метровых телескопов не так давно, пару лет назад, испытала 7-бальное землетрясение. В Чили она стоит. И телескоп не пострадал совершенно, его оптика абсолютно не почувствовала этого, потому что тут все разведено. Ну и кондишен там определенный должен быть. В общем, требование к башне – это сложная машина. Это не просто укрытие для телескопа, это сложная машина, обеспечивающая работу телескопа внутри нее. Место. Место для обсерватории связано с качеством изображений, с качеством атмосферы над этим местом. Ну, давайте посмотрим, в чем проблема. Берем бинокль, хороший бинокль, морской. Смотрим на Луну. Идеальное качество. Картинка – лучше некуда. Резкость великолепная. Ну, нам недостаточно увеличения. Мы берем телескоп. Хороший профессиональный телескоп. Картинка по-прежнему, ну, в общем, не внушает никаких опасений. Резкость хорошая. Мы видим участки Луны, можем путешествовать всю ночь по ней. Но нам хочется разглядеть детали. Мы ставим другой окуляр в телескоп, делаем увеличение еще больше. И чувствуем, что качество уже не столь великолепное. Начинает размываться изображение. Ну, например, вот эта деталь. Любители астрономии ее знают на Луне. Она называется прямая стена. Такой скальный выступ. Его высота 600 метров. Мы бы ее не разглядели, если бы не тень. Солнце светит сбоку. Длинная тень примерно на 2 километра увеличивает зрительный размер этой детали. Двухкилометровый и даже километрового размера детали на Луне мы замечаем. Вот самые маленькие кратеры. А, скажем, полукилометровый уже не замечаем. А если мы еще большее увеличение поставим? Ну, все это расползется. Но резкости от этого не прибавится. Виновата, конечно, атмосфера. Если бы мы могли с вами, так сказать, в динамике это видеть, то увидели примерно вот такую картину. Изображение дышало бы, потому что воздух колеблется перед телескопом и мешает увидеть мелкие детали. То же самое при наблюдении звезд. При небольшом увеличении видим звезды как точки. Делаем большое увеличение. Вот перед нами одна звезда будет выглядеть вот так. Кошмар. Что делать? Поначалу астрономы относились к этому как-то не очень серьезно. Мы строили обсерватории в городах. Вот в середине 50-х, когда Московский университет на Ленинских горах создавали, там же наш институт построили. И довольно большие телескопы поставили. И на крыши здесь неплохие. И тогда наблюдение можно было проводить. Весь этот кампус МГУ, он был за пределом Москвы. В полях вокруг тут картофельные поля были в 50-е годы. Но сегодня Москва уже накрыла нас, далеко дальше ушла. Мы почти в центре. И небо над нами, как правило, облачное, потому что много грязи над городом. И конденсируются облака. И засветка очень сильная. Видите, городские огни как освещают. Так что наши телескопы внутри города почти перестали научную пользу приносить. Надо уходить из городов. В Европе довольно много гор есть. Вот в Альпах вы можете не одну такую обсерваторию найти. Вроде бы место замечательное. Но Альпы молодые горы. Очень остро конечные вершины. Вот эта небольшая швейцарская обсерватория. Если вы с другой стороны подойдете, увидите, что она вот так вот стоит на скале. Ну, понятно, что небольшой телескоп туда можно доставить. А крупный современный инструмент на такую гору не поднимешь, не установишь. Такие горы, конечно, не подходящие для современных больших обсерваторий. Лучшее место в Европе для астрономических наблюдений, по общему впечатлению, это юг Франции, на границе между Францией и Испанией. Вот это вершина горы Пик-де-Меди. Там уже не первый век работает французская обсерватория с совершенно замечательными возможностями. Вот так она ночью выглядит. Ну, вы видите, что уже и к ней подбирается цивилизация. Уже в долинах растут поселки, горнолыжников, и засветка неба становится заметна, и города вокруг растут. В 19 веке это, конечно, было изумительное место. Это я вам могу показать, чего добились астрономы на Пик-де-Меди в 19 веке. Они зарисовывали, фотографии еще не было, это качественно, зарисовывали кольцо Сатурна, отмечая в нем много мелких колечек. Никто им тогда не верил, что они это видят. И даже эти рисунки не воспроизводили в книгах, потому что думали, что это какая-то ошибка. Сегодня с орбиты околоземной телескоп Хаббл вот такую картину Сатурного кольца нам показывают, только с намеком на тонкое деление. А в 19 веке на Пик-де-Меди астрономы видели вот эту картину. И только подлетев к Сатурну на близкое расстояние с помощью космических аппаратов, мы увидели, что действительно кольцо Сатурна разделено на тысячи-тысячи мелких колечек. Но сегодня уже там на Пик-де-Меди не такие чудные изображения. А в других горах еще хуже. Вот наши Кавказские горы, башня нашего шестиметрового телескопа. К сожалению, Кавказ не очень подходит для астрономических наблюдений. Это влажное место, там часто туманы. Вот видите, я в тумане фотографировал это дело. Ветер довольно сильный. И хотя наш шестиметровый телескоп сам по себе хорош, но в этих условиях он не очень эффективно работает. А где же для астрономов места поистине благожелательные? А вот такие сухие, не очень крутые горные вершины. В данном случае мы с вами попали в Чили. На севере Чили, в Андах. Астрономы нашли несколько горных вершин, которые почти идеально соответствуют нашим потребностям. Это Южная Европейская обсерватория. Здесь в одном месте сосредоточились довольно много телескопов разных западноевропейских стран. Ну, потому что работать здесь сложно. Посмотрите, растительности нет, а значит нет осадков. Воздух очень сухой. Ближайшие селения за сотни километров от этого места. Значит, астрономы за свой счет должны прокладывать хорошие дороги, по которым тяжелые части телескопов можем доставить, электричество, вода и прочее снабжение. Поэтому, конечно, вся эта инфраструктура дорогая вынуждает астрономов такими научными колхозами жить, когда в одном месте сразу сосредоточено несколько телескопов. Вот там в Чили есть и другие прекрасные места. Вот вершина, на которой буквально в этом году закончено строительство комплекса из четырех восьмиметровых телескопов и сопутствующих им еще двухметровых, несколько. И в целом это гигантский многоглазый инструмент, в котором каждый из телескопов может работать по отдельности, но они еще и вместе могут работать, как действительно такой вот многоглазый один большой телескоп, изучающий один объект с очень хорошим качеством. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Современный фотоаппарат – это только фотокамера современного телескопа, весит несколько тонн. Конечно, там источник, приемник света – это не фотопластинка, а современный ПЗС-приемник или CCD, как его по-английски называют. У астрономов он охлаждается жидким, иногда жидким азотом, а порой даже с жидким водородом до очень низкой температуры, и при этом дает прекрасное качество изображения. Вот такие цветные с тонкой проработкой фотографии неба раньше невозможно было получать, но современные телескопы позволяют это сделать. Наконец, так сказать, стремясь все выше и выше в горы, астрономы практически достигли максимальных высот. Этот комплекс миллиметрового диапазона радио или оптических, их трудно назвать, это такая граница между радио и оптикой, комплекс из 64 антенн под названием Большой Атакамский миллиметровый телескоп или конструкция. Атакама – это пустыня на севере Чили на высоте 5 с лишним километров. На 5 километров астрономам подняли свои приборы, и там, конечно, идеальные условия для наблюдений, но далеко не идеальные для работы. На этой высоте просто трудно дышать, не каждый может там нормально без кислородного прибора работать. Но вот в этом году открылся этот комплекс, и в перспективе у него просто изумительные возможности. Обратимся к дневным астрономам. У них свои проблемы. Телескоп для наблюдения Солнца – это отдельный разговор, ведь он освещается солнечными лучами, его башня нагревается потоком солнечного света, поэтому все башни дневных телескопов солнечных всегда белой краской красят, специальной, титановыми белилами, чтобы отражать весь солнечный свет. Но даже если мы это сделаем, поверхность Земли, вот в данном случае это не Земля, но если он стоит на Земле, то теплый воздух днем поднимается от Земли и мешает наблюдать четкие изображения. Поэтому астрономы нашли такой любопытный выход. Вот этот телескоп построен на искусственно насыпанном полуострове на горном озере в Калифорнии, озеро Биг Бёрр, и обсерватория тоже называется «Большой медведь». И там холодная вода. Даже днем Солнце не способно нагреть воду горного озера, и от холодной воды нет восходящих потоков. Вот такие изумительные изображения областей солнечной поверхности, вот солнечное пятно, это нормальная поверхность Солнца, можно получить, если в правильном месте поставить солнечный телескоп. Ну, раз эта идея уже кем-то реализована, то и остальные астрономы пошли этим же путем. Если вокруг телескопа холодная вода, то это хорошо. Где у нас холодная вода вокруг телескопа? Если он стоит на острове. И вот в северном полушарии нашлись такие удобные острова, канарские. На одном из них, вот на этом острове Ла Пальма, астрономы организовали северную европейскую обсерваторию, тоже такой научный колхоз, вот на этом замечательном острове. Этот остров был прототипом таинственного острова Жюль Верна. Вот кто из вас читал его? Тот самый остров-вулкан. Он наполовину заполнен древним вулканом, ну, кальдера его провалилась уже, и вот тут, на гребне вулкана, астрономы расположили свои башни. Вокруг холодная атлантическая вода. Даже днем облака не поднимаются выше обсерватории. Она на высоте примерно двух километров находится. Поэтому можно днем над вами голубой чистый купол, а ночью облака еще ниже опускаются, и условия для наблюдения очень хорошие. Тут и ночные телескопы, тут и вот эти вот башенные солнечные телескопы стоят. И сегодня, кстати, на этой площадке крупнейший в мире телескоп сооружен. Чуть позже я вам его покажу. Лучший в мире остров оказался в середине Тихого океана. Это остров Гавайи. Хорош он тем, что старый гавайский вулкан Мауна-Кеа имеет высоту более 4 километров. И вот на этой вершине как раз находятся самые крутые, самые дорогие и крупные телескопы в мире. 10-метровые, 8-метровые и так далее, принадлежащие в основном богатым странам. Соединенные Штаты, Япония, европейские телескопы. Это, по сути, сегодня считается лучшим в мире местом для наблюдения Вселенной. А еще выше. Можно еще выше. Если телескоп поставить на самолет, например. Вот такая летающая обсерватория имени Койпера. 20 лет работала на американскую науку. И вот здесь, в открывающемся небольшом окошечке, на небо смотрел сравнительно небольшой телескоп диаметром 90 сантиметров. Но оказалось, что очень полезный. Потому что, летая в стратосфере, такой самолет оказывается над слоями воздуха, богатыми парами воды. Над ним уже сухая стратосфера. И она не поглощает инфракрасные лучи, идущие из космоса. Так что наблюдать в инфракрасных лучах можем только поднявшись высоко над землей. Этот самолет отслужил свое, и на смену пришел новый. Несколько лет назад американцы стали модернизировать вот такую летающую, создавать ее. То есть модернизировать старый Боинг, укоротили его, назвали София, но к Болгарии это не имеет никакого отношения. Стратосферы Кобзовитрия для инфракрасной астрономии. И вот тут в его кормовой части, теперь он уже покрашен, и вот с прошлого года он такой вид приобрел, находится огромный телескоп. Открывается окно, и там двух с половиной метрового диаметра инфракрасный телескоп смотрит на небо. Телескоп немцы сделали, германского производства, самолет американский. Так что это совместное такое предприятие, и очень эффективно начало работать, уже пошли научные результаты с него. А еще выше можно забраться с телескопом? Можно. Если поднять его на воздушном шаре. Шар поднимается на высоту от 25 до иногда 40 километров. По сути там уже почти космос над вашей головой. Конечно люди при этом остаются на земле, телескоп подвешен на веревочке, управляется по радио. Самым удобным местом для запуска таких стратосферных обсерваторий оказалась Антарктида. По трем соображениям. Первое. В Антарктиде холодно. А значит воздух выморожен. Все пары воды упали на землю в виде снега. Он абсолютно сухой и прозрачный для инфракрасного излучения. Второе. Длинные ночи. Длинные полярные ночи позволяют долго наблюдать, большие экспозиции делать. Но самое интересное. Ветер, который постоянно дует вокруг Южного полюса. Если поднять такой аэростат с побережья Антарктиды, то вот этот циркумполярный ветер, воздушный поток, обнесет его в течение примерно 10 дней вокруг Южного полюса и принесет почти к месту старта. После этого по команде с земли обрывается нить и на парашюте опускается дорогая научная аппаратура почти к месту своего старта. Баллон, конечно, гибнет. Он большой, кстати, не дешевый. 100-120 метров диаметром. Огромный баллон. Ну, сравнительно недорогой по отношению к научной аппаратуре. Каждый раз приходится новый. Кстати, баллон летит, 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 освободившись от телескопа. Некоторые думают, что это летающая тарелка. А еще выше. Ну, выше только космос. В космосе телескопы работают без помех, но стоят очень дорого. Вот самый лучший космический телескоп, ему уже скоро 25 лет, Хаббл. То, что он нам показал, конечно, ни один другой не мог. Это новая эпоха в астрономии, благодаря ему совершилась. То, что мы раньше видели в виде размытых клякс каких-то, сегодня видим четко, с большим количеством деталей и часто не понимаем их происхождение. Вот перед нами эпизод смерти звезды. Когда-то, через много, через несколько миллиардов лет, это же нашему Солнцу предстоит. Вот звезда, и она сбрасывает с себя верхние слои. Такие объекты называются планетарными туманностями. Мы понимаем их физическое происхождение, но не понимаем столь удивительную, красивую форму. Когда-нибудь поймем. Главная звезда, для которой создаются космические телескопы, это Солнце. За ним постоянный мониторинг ведется. Вот самая известная Солнечная обсерватория СОХа. Тут телескопы оптического, ультрафиолетового, рентгеновского диапазона. Все, что не видно с Земли, видно из космоса. И вот такие портреты Солнца, конечно, никогда с Земли не получишь. Детально, многокрасочно, цвета искусственные, естественно. Мы видим горячие, активные области на Солнце, портуберансы, взрывы, и можем прогнозировать поведение Солнца на несколько дней вперед. Особенно важно для космонавтики. Поэтому мониторинг Солнца сегодня важная задача космической астрономии. Совершенно невозможно наблюдать в далеком инфракрасном диапазоне космос с помощью наземных и даже стратосферных телескопов. Только летающий в пустоте космический телескоп может показать нам тепловое излучение Вселенной. И такие телескопы тоже летают. Они весьма дороги, потому что, по сути, вот это вот огромный термос, заправленный жидким водородом, а иногда и жидким гелием при температуре почти абсолютного нуля. И пока эта жидкость не испарится, охлажденный телескоп видит тепловое излучение далеких объектов. Как только, как правило, через год-полтора эта жидкость испаряется, телескоп становится незрячим, и уже на смену ему надо запускать новый, что и делается в последние годы регулярно. Наконец радиоастрономия вышла в космос. Благодаря, надо похвастаться, нашим отечественным инженерам и ученым. Наш радиоастрон уже третий год летает на орбите и позволяет все более и более детальные радиоизображения космических объектов получать. Он работает совместно с наземными радиотелескопами, но благодаря тому, что улетает от Земли почти до Луны и обратно, вот он между Луной и Землей движется, он позволяет детальные интерферометрические изображения небесных объектов получать. Есть надежда, что даже окрестности черных дыр он нам скоро покажет. Наконец, удивительные возможности даже для небольших космических телескопов появляются в связи с тем, что нет атмосферы, и можно детально следить за изменением яркости звезд. Вот сравнительно маленький, диаметр его зеркала 30 сантиметров, французский космический телескоп, наблюдая за тем, как на фоне далеких звезд проходят их собственные планеты и регистрируя вот эти микрозатмения, смог открыть уже довольно много экзопланет и продолжает свою работу, потому что ему не мешает атмосфера. И это же преимущество всех остальных космических телескопов. Но ведь хочется же и на Земле иметь хорошее изображение. Не у каждого астрономического учреждения есть деньги на запуск своего инструмента в космос. Позавидовав немножко, астрономы научились на Земле создавать почти такие же идеальные условия для работы инструментов, как и в космосе. Было изобретено две компьютерных системы – активная оптика и адаптивная оптика. Активная оптика – сравнительно простая вещь. Компьютер следит за формой главного зеркала. Зеркало довольно тонкое, мягкое, деформируемое, но компьютер с помощью специальных домкратиков, вот их там десятки под зеркалом, он, упираясь с тыльной стороны в зеркало, поддерживает его идеальную форму. Тут все понятно и очень полезно. Гораздо более сложна и удивительно адаптивная оптика. Дело в том, что идеальный фронт светового потока сохраняется, пока свет идет в вакууме. Но стоит ему пройти сквозь атмосферу неоднородную, и он уже теряет свое идеальное свойство. И мы видим вот такое размытое пятно вместо космического объекта, вместо звезды. Идея в том, чтобы прежде чем фотографировать это, направить на мягкое зеркало. И с помощью многочисленных управляемых домкратиков, таких пальчиков механических, постоянно изменять кривизну этого зеркала так, чтобы отразившись от него, свет снова приобрел идеальную плоскую форму волнового фронта, и изображение стало четким. Оказалось, что это возможно. Но для этого компьютер должен тысячи раз в секунду менять форму этого мягкого зеркала, что удается современным суперкомпьютерам. Но для тех, кто склонен к инженерным рисункам, я специально показываю, как это все на практике реализуется. Свет анализируется большим количеством специальных датчиков изображения. Компьютер меняет форму зеркала, и в результате картинка становится более четкой. Вот результат. Без адаптивной оптики изображение какая-то клякса, медуза. Включаем адаптивную оптику. Это реальные фотографии на японском телескопе Субару. Картинка становится четкой, мы видим, оказывается, тут две звезды было. А до работы адаптивной оптической системы мы об этом даже не догадывались. Или вот. Планета Уран – далекая планета. Когда мы смотрим в телескоп, мы видим вот такой диск планеты. Диск видим, а деталей на нем практически не замечаем. Включаем адаптивную оптику. Все, появились детали, облачные слои. Мы видим наклон оси вращения, видим какие-то мелкие детали, вихри в атмосфере Урана. Сравним космический снимок Урана с помощью телескопа Хаббл, сделанный иноземный снимок Урана, полученный одним из крупнейших телескопов в мире, телескопом КЕК 10-метровым, с применением адаптивной оптики. Мне кажется, этот лучше. А он получен с Земли, преодолевая все неприятности, созданные атмосферой. Так что можно сказать, что современные крупные телескопы работают так, как будто бы они находятся в космическом пространстве. Но это дорогая система. Она по карманам только тем организациям, кто смог создать большой дорогой телескоп, ну и купить суперкомпьютер. Одной из деталей адаптивной оптики является искусственная звезда. Вот попав рядом с современной крупной обсерваторией, вы иногда увидите луч лазера, бьющий из-под купола. Зачем? Дело в том, что компьютеру надо объяснить, как наводиться на резкость, как сделать изображение более четким. То есть создать эталонный источник, эталонное изображение. Вот луч лазера, бьющий в стратосферу, примерно на высоте 90 километров над башней, создает маленькое пятнышко, так называемую искусственную звезду, по которой компьютер и наводит резкость, меняет форму мягкого зеркала и улучшает изображение. Вот, например, 8-метровый телескоп Южноевропейской обсерватории. В данный момент он смотрит на центр нашей галактики, и искусственная звезда помогает адаптивной оптике сделать изображение лучше. А результат? Уже более 10 лет мы наблюдаем центр галактики, и посмотрите, как это резко улучшается качество изображения с помощью адаптивной оптики. Вот так он виден без. Самый центр галактики, размытое пятно. Включили адаптивную оптику, четкость повысилась, мы увидели отдельные звезды. Ну ладно, увидели. И что? Мы фотографируем их день за днем, ночь, точнее, за ночью, год за годом, и в результате следим за перемещением звезд в самом центре галактики. И вот как они перемещаются. Оказывается, они движутся вокруг пустого места. Вот этой звездочкой пятиконечно обозначено то место, вокруг которого летают звезды. Но там ничего нет. По крайней мере, ничего не видно. Но что-то же их притягивает, вокруг чего-то они летают. По общему мнению астрономов, там находится сверхмассивная черная дыра. 4 миллиона раз более массивная, чем наше Солнце. Она-то как раз и заставляет звезды летать вокруг нее по орбитам. И это удалось увидеть только благодаря адаптивной оптике. Еще одна проблема, пока не решенная астрономами, ну или частично решенная, это яркие звезды. Перед нами фотография неба и одна из ярких звезд, ну это Вега. Она своим светом так заливает пространство вокруг себя, что слабенькие звезды, а может там и галактики, может что-то интересное. Мы не можем рассмотреть. Как вот заслонить яркую звезду, чтобы она не мешала нам наблюдать. Частично эта проблема решена, ну частично, методами математическими. Вот перед нами фотография. Изображение звезды на исходном снимке вот такую область занимало, и ничего больше не было видно. Математика позволила компенсировать свет звезды, прижать его. Вот грязь еще осталась, но она уже не мешает увидеть нам три планеты рядом с этой звездой. Это один из первых прямых снимков экзопланет. Три больших планеты. Там еще четвертая скрывается в этой грязи, ее недавно обнаружили. Таким образом, частично мы победили ослепляющее действие ярких звезд, но вероятно, еще какие-то найдутся более мощные методы, которые позволят разглядеть и вот что тут творится. Когда-нибудь мы это сделаем. Я уже говорил о 8-метровых телескопах Южноевропейской обсерватории. Покажу, как они действуют совместно. Четыре гиганта и еще несколько сравнительно небольших двухметровых инструментов через специальные световоды, собранные ими свет, посылают в общую лабораторию, и там общее, единое изображение получается. Как будто бы у нас один большой телескоп работает размером с расстоянием между наиболее удаленной башней. Да, он не полностью заполнен зеркальной поверхностью, только кусочками, но благодаря большому расстоянию между башнями четкость изображения получается очень высокая. Вот так сегодня выглядит комплекс в 8-метровых телескопах. Этот комплекс называется Very Large Telescope, очень большой телескоп. На самом деле целая куча очень больших телескопов и не очень больших телескопов, и все это вместе работает очень эффективно. Гигантские телескопы наших дней. Их около 20. Наш 6-метровый теперь не самый крупнейший в мире, а один из этой 20-ки. Есть и покрупнее, но это естественно. Самая большая проблема сделать объектив. Сегодня три технологии используются. Создание больших зеркал. Толстое сотовое зеркало, то есть абсолютно жесткая вафельная конструкция. Тонкое сплошное зеркало, оно тонкое, но можно поддерживать его форму искусственно. И, наконец, сборное, сегментированное, когда на специальную опору накладывается большое количество элементарных зеркал, маленьких зеркал, и из них собирается мозаика в одно крупное зеркало. Вот все три типа сегодня, все три технологии используются. Интересно, как отливают сегодня зеркала. Расплавили стеклянную массу, но это не совсем оконное стекло, это некая такая керамическая стеклянная масса. Заливают ее в форму будущего зеркала. Если дать ей остыть, это будет просто плоский диск. А потом надо им придать форму параболоида. То есть много-много вынуть стекла из центральной части. Делают не так. Пока застывает эта масса, а застывает она несколько месяцев, форма вращается. И центробежная сила придает ей уже поверхности этой массы вогнутую форму, и она застывает уже в виде параболоида. Потом немножко подшлифовывают, полируют, покрывают. Ну вот так выглядит это зеркало, пока еще ничем оно не покрыто. Тонкое, большого диаметра, и только с помощью специальных управляемых компьютером подпорочек, их называют актуаторы, оно способно свою форму поддерживать и не изменять. Потом в вакуумной камере напыляют слой алюминия, и поверхность становится зеркальной. Зеркало создано, но оно все еще находится в каком-то крупном промышленном центре, а его надо доставить на дикую горную вершину. Приходится тратить деньги на строительство дороги, очень качественной, на сотни километров от обжилых мест. И вот такой транспорт, довольно тяжелый и неповоротливый, целая экспедиция, отправляется, в данном случае восьмиметровое зеркало здесь находится. Не всегда это, то есть всегда это непросто, а иногда дополнительные сложности возникают. Ну, например, недавно в Аризоне на территории заповедника астрономы получили разрешение на строительство крупного телескопа, но им было сказано, ни одного дерева не затронуть, даже чтобы веточка не шелохнулась. И вот пришлось ввести зеркало, то так его наклоняет, то проходить по этим горным дорогам, по серпантину, чтобы вот никак ничего там не задеть, удалось это все сделать. И сегодня мы имеем удивительный телескоп там в Аризоне. Двухобъективный, двухзеркальный, ну, называют его бинокулярный. А на самом деле, конечно, он не дает бинокулярного объемного изображения, но у вас два восьми с половиной метровых зеркала, которые объединяют свой свет вместе и работают как одно почти двенадцатиметрового размера зеркало по площади, собирающий свет. Вот так сегодня выглядит бинокулярный телескоп. Изумительная конструкция, и у него большое будущее, он только-только разворачивается и набирает обороты. Сложная система, но очень перспективная. Можно не два, можно шесть зеркал, и скоро будет такой семи даже зеркальный телескоп, но пока вот у нас бинокулярный. Сегментированное зеркало, два крупнейших, еще недавно крупнейших в мире телескопа, с диаметром зеркал по десять метров, телескопы КЕК-1 и КЕК-2. КЕК – это фамилия миллиардера, который спонсировал это строительство. Их зеркала собраны из 36 кусочков шестиугольных, мозаика такая. И в результате мы получаем единое зеркало десяти метрового диаметра. Сегодня эта обсерватория выглядит так. Она на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Два десяти метровых телескопа, да еще рядом расположены. В чем их преимущество? Они тоже могут объединять свой свет и работать как единый инструмент, глядя на один и тот же объект. Чуть более крупный телескоп такой же конструкции сооружен на острове Ла Пальма. У него не 10, а 10,5 метров диаметр, но формально он крупнейший в мире сегодня. Принадлежит испанской астрономии. В основном испанской. Там есть немножко других денег, но в основном это испанские деньги. Вот так он под своим куполом выглядит. он еще не набрал обороты. Вообще большие астрономические инструменты долго рождаются, но потом и долго живут. Сегодня есть в рабочем состоянии инструменты, которым более 100 лет. Я думаю и эти тоже проживут долго. Перспектива. Хочется иметь большой инструмент. И европейские астрономы нашли средства на сооружение 40-метрового гиганта. Он тоже будет в Чили, тоже там на одной из вершин. Вандах и диаметров его зеркало, состоящего из 7 с лишним сотен кусочков отдельных панелек, такое сегментированное зеркало, будет диаметром почти 40 метров. Вот так должна выглядеть его башня. Американцы, конечно, не хотят отставать от европейской астрономии, но правда пока отстают. Они сейчас сооружают 30-ти метровый телескоп, но они считают, что надо шагами. Так нельзя сразу бросаться от 10 метров к 40 могут быть технические проблемы. Они решили сначала 30-ти метровый сделать. Посмотрим, наверное, и тот, и другой будут сооружены лет через 8-10 и начнут работать. любопытно, что площадь зеркала вот этого гиганта, площадь его, равна суммарной площади всех остальных телескопов в мире современных. То есть у астрономов сразу вдвое больше возможностей появится при сооружении такого. Но еще и 30-ти метровый американский добавится, втрое больше. А чем больше света мы собираем, тем эффективнее исследуем космические объекты? Нам бы хотелось изучать всю Вселенную, весь небосвод, но это довольно сложно. Дело в том, что большой современный телескоп имеет очень маленькое поле зрения. У такого гиганта площадочка, которую он фотографирует, меньше размеров лунного диска. Правда, есть у астрономов несколько небольших инструментов широкоугольных, захватывающих большие участки неба. Это очень полезно при поиске астероидов, летящих к Земле, при изучении мира галактик, которые со всех сторон вокруг нас. Но это слабенькие инструментики. Вот наиболее, пожалуй, известная из них такая камера системы Шмидта, Паломарская обсерватория, но она старенькая, уже ей больше 60 лет, и возможности их фактически исчерпаны. Астрономам хочется контролировать все небо. Я немножко покажу, как это вообще делалось еще недавно. Вот совсем недавно, на моей памяти, мы так работали. Астроном идет вечером к своему телескопу, несет подмышкой кассету с фотопластинкой, прикрепляет его к задней части телескопа и осуществляет экспозицию. То есть большой кусок неба фотографирует на эту пластинку. Вот так выглядит это я, это фотопластинка. Так выглядит фотопластинка химическая, фотографическая, от которых, я думаю, почти все уже отказались, но еще есть фанаты старой фотографии, но в основном, конечно, это история. Накопив несколько таких фотопластинок ночь от ночи, астроном кладет их на специальный двойной микроскоп Блинк-компаратор, где можно глазом одновременно или быстро попеременно вот этой ручкой управлять, смотреть то на одну пластинку, то на другую. Зачем это делается? Вы видите один и тот же участок неба, снятый вчера ночью и сегодня ночью. Все звезды на своих местах, но если какой-то объект, вот смотрите, здесь он переместился в течение нескольких часов, вы понимаете, это близкий объект, это наш, принадлежащий Солнечной системе объект. Был бы далеко, он бы не успел так переместиться заметно. Ну и смотрите, либо это известный астероид, либо известная планета, либо что-то новенькое. Так открывали всегда планеты. Но сегодня уже не так. Сегодня вместо химических пластинок мы имеем электронные приемники света, ПЗС-матрица, прибор с зарядовой связью или английская аббревиатура CCD, Charge Couple Device, и во всех ваших современных, вот у каждого сейчас в кармане лежит наверняка телефон, я удивляюсь, почему они не звонят, спасибо, что отключили, но там фотокамеры, и все они используют такие же приемники света. Просто у астрономов эти матрицы гораздо больше, гораздо лучше по качеству, гораздо дороже, но в принципе такие же. Видите, как аккуратно к ним относятся астрономы. Телескоп делает последовательные снимки неба, а компьютер тут же их анализирует. Если что-то за несколько минут сместилось, значит, это объект Солнечной системы. Сегодня это позволяет очень быстро открывать новые малые планеты в Солнечной системе. В основном это астероиды, большие планеты все давно известны, а астероидов очень много. Посмотрите, вот эта химическая фотография, вот с этого момента пошла электронная фотография, и как количество объектов в Солнечной системе резко стало возрастать. Мы сегодня открыли почти все астероиды диаметром больше километра и продолжаем открывать более мелкие. Все это благодаря новым приемникам света и компьютерам, которые за нас производят работу по поиску новых объектов. А вот как растет количество спутников планет открытых. Тоже появление вот здесь где-то химическая фотография появилась, а здесь электронная. И у нас количество спутников почти две сотни составляет. Большая ПЗС-матрица действительно очень дорогой прибор и наиболее крупные такие матрицы из многих многих частей они на космических телескопах ставятся. Вот конкретно это стоит на телескопе Кеплер. Он три года работал в космосе, сейчас у него там неполадки, он перестал работать, но за три года на такой огромный приемник света он зарегистрировал колоссальное количество интересного материала, который сейчас обрабатывается. Мечта астрономов иметь несколько вот таких телескопов, пока это проект, которые могут за одну-две ночи все небо перефотографировать до очень глубоких самых слабо светящихся объектов с большой глубиной либо самых далеких объектов. Проект такого телескопа есть, денег на них не совсем есть, но уже появляются, и в ближайшие годы несколько вот таких обзорных гигантов будут созданы. Конечно, вот это только фотокамера размером с человека, а вот это только ПЗС-матрица этой фотокамеры. На ней будет кусочек неба гораздо больше, чем размер лунного диска. то есть это действительно крупно широкопольный такой телескоп, который большую площадку на ней будет захватывать и очень быстро накапливать свет. Это мечта астрономов такая голубая, контролировать все небо 24 часа в сутки и скоро она осуществится. Но все это дорого стоит. Что делать тем, у кого денег недостаточно много? Всем же хочется заниматься астрономией, не у всех есть деньги. Оказывается, есть возможности не очень дорогих телескопов. Вот китайцы нам продемонстрировали одну из них. Недавно они создали удивительный инструмент, большая часть которого неподвижна, а если она неподвижна, она всегда дешево обходится. Вот неподвижная часть телескопа, а вот под этим куполом подвижная. Вот это все единый инструмент. Здесь находится мозаичное зеркало неподвижное, большое, 4-метровое, а вот тут второе плоское зеркало тоже мозаичное, которое любой участок неба посылает, отразив его свет, на это неподвижное, и приборы тут стоят неподвижно, и конструкция обходится недорого, а работает очень эффективно. Зеркала собраны из сегментов, ведь сегменты это очень сложно управлять вот такими отдельными сегментами, видите, как тыльная сторона всего этого выглядит там. Только на современном уровне можно это все сделать, пьезо, всякие, компьютерные технологии, но можно. И вот сегодня этот китайский телескоп, недорого обошедшийся, он демонстрирует возможность даже не самым богатым странам продвигаться в астрономических технологиях. Еще один вариант американцами реализованный, мы думаем, что американцы все только дорогое делают, нет, пожалуйста, телескоп Хобби Эберли, это инициаторы проекта, это телескоп-рефлектор с мозаичным зеркалом, размером 11 метров, но он неполноповоротный, он может по азимуту крутиться, но не может менять высоту. Как же наводить его на небо? А тут светоприемная аппаратура по салазочкам скользит, и таким образом немножко направление взгляда телескопа меняется. Да, он не может все уголки небосвода, но примерно 70% неба, находящегося над головой этого телескопа, он в состоянии увидеть и изучить. Зато стоит он в 10 раз дешевле такого же полноповоротного. В данном случае эта конструкция создана двумя университетами на сравнительно небольшие средства. Вот так это выглядит и вполне работоспособно. Уже второй телескоп Южной Африки такой же сооружен, работает. Еще более дешевая технология. Берем тарелку, наливаем ртуть и заставляем вращаться тарелку. Центробежная сила придает ртути вогнутую параболическую форму. И у нас готовое зеркало. Оно смотрит только в зенит, но над зенитом проходят в течение ночи разные области неба. Некоторое количество небосвода можно обозревать и с помощью такого жидко-зеркального телескопа. Естественно, сразу возникают вопросы, столько жидкой ртути, опоры ртути не отравляют астрономов? Нет, астрономы хитрые люди. Они поверх ртути набили тонкий слой прозрачного синтетического материала, жидкости синтетической. И паров ртути здесь нет опасных для здоровья. Еще более дешевая конструкция. Пойти в магазин купить несколько фотообъективов достаточно дорогих, таких, знаете, как на спортивных соревнованиях используют фотографы, но все-таки это промышленное такое дешевое производство и составить из них один многоглазый инструмент. Оказывается, и такое тоже возможно и сравнительно недорогие конструкции такого сорта обозревают небо, контролируют большие участки на небе и позволяют быстро переменные объекты вспышки, взрывы всякие на небе далеких звезд регистрировать и очень эффективно работают за сравнительно небольшие деньги. Ну и последнее, о чем надо сказать. Любители астрономии, непрофессионалы, преданные изучению неба. Сегодня их возможности фантастически возросли. Современный любительский телескоп это конструкция, которая еще 20 лет назад просто не снилась профессионалу, а стоит уже относительно небольшие деньги. Смотрите на три снимка. Это снимок Сатурна, любительский снимок где-то 20-летней давности, конца 20-го века. А это профессиональный, лучший профессиональный снимок Сатурна тех лет. А это современный снимок Сатурна, любительский, современным телескопом с электронным приемником света, с ПЗС-матрицей. Как видите, то, что сегодня делает любитель, еще вчера было недоступно профессионалу. И мы видим результат. Например, за последние годы в России любители астрономии открыли больше кометы астероидов, чем профессионалы. Кстати, та самая комета Исона, о которой вначале говорилось, тоже открыта любителями астрономии России и Белоруссии. Это любительский снимок Туманности Андромеды нашей соседки галактики соседней с нами. Посмотрите, какое фантастическое качество. А вот любительский снимок Солнца и его короны во время затмения такое невозможно было представить даже профессиональным астрономам 2-3 десятилетия назад, а сегодня это доступно любителям. Таким образом, грань между профессиональной и любительской наукой сегодня практически стерлась. И современный телескоп доступен и тем, и другим. Ну вот, раз у нас Солнце на небе, значит, ночь под куполом подошла к концу и пора заканчивать лекцию. Спасибо. Вы уже показали, что может современная адаптивная оптика и начинает казаться, что его возможности просто какие-то такие безграничные. Действительно ли это так? Или все-таки нам придется запускать телескопы в космос? Нет. Потому что... Конечно, не так. Адаптивная оптика ограничена тем, что атмосфера неоднородна и в разных частях, неоднородна по-разному. Когда мы исправляем изображение на маленьком клочке небосвода, на соседних участках, его надо по-другому исправлять. Вот сегодня уже рождаются системы адаптивной оптики с многими искусственными звездами. то есть на каждый клочочек неба кладется своя искусственная звезда и каждый клочочек своим компьютером управляется по-своему. В общем, космический телескоп по-прежнему нужен, хотя бы потому, что он сразу большой участок неба может в высоком качестве сфотографировать. Наземный пока этого не может. Используются в современных телескопах динамические голографии, в адаптивной оптике и вообще голографические какие-то способы? Я не знаю. Не знаю. Хорошо. Насколько я знаю, не использую. Хорошо, спасибо. И второй вопрос, а вот насколько сильно нагревается солнечный телескоп во время работы или мог бы нагреваться, если бы не было охлаждения? И вот эта проблема температур в телескопах, насколько она сильно проявлена? То есть больше всего интересно, насколько сильно нагревается телескоп, если его не охлаждать? Ну, слушайте, каждый знает. Вот стоит автомобиль под солнцем, да? Вы попробуйте прикоснуться к крыше автомобиля, который полдня простоял на открытом солнце. Ожог руки получите. То есть в принципе может нагреться очень сильно. Благодаря тому, что телескоп и башня белой краской покрашены, конечно, нагревание снижается. Кроме этого, у солнечных телескопов есть принудительная вентиляция, воздух протягивается через трубу, но все равно нагретый в трубе воздух по ней поднимается и внутри возникает турбулентная атмосфера внутри трубы. Поэтому, чтобы этого избежать, последние годы солнечные телескопы делают вакуумными. Из трубы вообще откачивают воздух. Объектив, окуляр, ну или там камера и абсолютный вакуум внутри трубы. Кстати, в России есть такой телескоп, на берегу Байкала стоит, и вот на Канарах тоже есть такие. лучшее качество изображения дают вакуумные телескопы. Там практически не нагревается. А были ли случаи, когда выходило из строя оборудование, например, и там плавилось все? Есть такое? интересное. плавилось не знаю, но, например, я сохраняю до сих пор пальто, такое демисезонное, в котором еще в школьные годы наблюдал Солнце, и на меня из телескопа искателя, каждый знает, что у большого телескопа еще маленький дополнительный, попал солнечный зайчик. Пальто вот прогорело, там такое прожженное пятно, так что одежда пострадала на мне. А вот насчет сгоревших инструментов я такого не слышал. Астрономы все-таки предвидят это и стараются какими-то способами. Ну, когда мы глазом смотрим на Солнце, мы либо светофильтр ставим перед объективом телескопа, который 99, запятая 999 тысячных света поглощает либо отражает, а одну десятитысячную пропускает в глаз. Либо специальные там призмы есть, которые тоже уменьшают количество света. Ну, в общем, астрономы знают, что делают. Не допускают для того, чтобы расплавилась их аппаратура. У меня остался неясный вопрос, каким образом возникает искусственная как бы звезда для адаптивной оптики. Потому что луч лазера должен от чего-то отразиться. да, он не отражается, он возбуждает. Непонятно, ну, понятно, в общем, по какой причине. Я сейчас скажу. На высоте примерно 90 километров в стратосфере есть слой воздуха, обогащенный атомами натрия. Вероятно, это все-таки в основном метеориты сгоревшие поставляют его туда, пылинки космические. И вот лазерный луч, он работает как раз на частоте желтой линии натрия, дублет натрия. И поэтому он возбуждает в основном свечение именно там. Чем в современных телескопах обеспечивается поддержание вот по сути идеальной отражательной способности зеркал? Ведь вы сказали, что они работают там чуть ли не по 150 лет, но пыль, какие-то осадки и так далее. Да, первый вопрос. Зеркало алюминированное. Раньше их серебрили, но вот сейчас как-то более принято слоем алюминия покрывать. Работает лет пять вот с этим слоем. Каждые пять лет приблизительно слой возобновляют. Снимают зеркало с телескопа, отвозят в вакуумную камеру, обычно на обсерватории она своя собственная камера, и новый слой свежего алюминия накладывают. Но в промежутках между этими пятилетними переалюминированиями еще чистят зеркало. Вот как его чистят, любопытно. Вообще говоря, самый современный способ это искусственным снегом. СО2, углекислый газ из баллончика, когда вы открываете вентиль, он выходит, расширяется и превращается в такой пушистый снег. Вот такой струей углекислого снега можно смахнуть пыль с поверхности зеркала, а то, что остались эти кусочки снега на поверхности зеркала, тут же испаряется и никому не мешает. Ну вот в этом году мы были в обсерватории там, где шестиметровый телескоп наш работает, рядом с ним еще один стоит телескоп метровый, у него тоже зеркало, и я спросил, как чистят. Мне объяснили, это наше ноу-хау. Раз в год туда в трубу запускается девушка худая с тряпкой. Можно и так. Вопрос, касающийся использования телескопов для поиска экзопланет. Вы вроде бы на слайдах приводили примеры, которые касаются исследований в оптическом диапазоне, да? А вот тот же телескоп Кеплер, мне вроде бы казалось, он больше работал в инфракрасном. Нет, нет. Космический телескоп Кеплер чисто оптический телескоп обзорный, у него широкое поле зрения 10 на 10 градусов, чистая оптика. Еще какие-то телескопы используются для вот таких целей, или это действительно чисто оптика? Да нет, в общем, ведь методы поиска экзопланет, они в основном двух типов. Либо вот эти микрозатмения звезд, когда планетка на фоне звезды проходит и покрытие звезды осуществляет, то фотометрия точная должна. Звезда меркнет примерно на десятую долю процента, то есть на одну тысячную долю своей яркости. Заметить с поверхности Земли это очень сложно. Звезды мигают, вы видели, как атмосфера портит звезды. Из космоса легче, поэтому космический. Вот Кеплер потому и летал в космосе, еще и один показывал коротый телескоп. В космосе фотометрия очень точная. Второй способ это наблюдать звезду и ее перемещение регулярно и лучевую скорость мерить. Тоже в оптическом диапазоне. Оптика практически единственный диапазон, в котором мы экзопланеты можем обнаружить. В остальных, в инфракрасном, нет, сегодня нет. у меня возникла интересная идея. Все началось с того, что начали строить телескопы на Земле. Продолжили тем, что начали запускать в космос. А может быть, так вот, какая идея? Перейти к третьему шагу. Строить телескопы на Луне. на Луне нет... На Луне я слышал то, что там полным-полно полезных ископаемых. Можно прямо там на Луне построить изменичихся материалов. Хорошая идея, спасибо. И там вообще нет атмосферы, так что ничего не будет лишать. Отлично. Идея хорошая, но не новая. Еще сто лет назад один астроном сказал, что по его мнению души умерших астрономов улетают на Луну. Ибо это идеальное место для наблюдения неба. Одна из экспедиций начала 70-х годов Аполлонов, знаете, да? Астронавты летали на Луну, возила с собой телескоп. То есть лунная астрономия уже началась. На Луне его там и оставили. Он стоит, небольшой такой телескоп любительского калибра, ультрафиолетовый. На Луне нет атмосферы, можно наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне, и астронавты американские провели наблюдение, неплохо получилось. Есть одно, ну, много есть проблем, конечно, есть одно но. Там не совсем нет атмосферы. Там немножечко в дневное время пыль летает, лунная, электростатически поднимается над поверхностью, летает. Но в ночное время похоже на Луне действительно идеальные условия. И надо там телескоп. Но все-таки, мне кажется, проще построить на Земле и отвезти на Луну пока. Когда-нибудь, может быть, и из лунных материалов будем строить. Но все оптическое производство перенести на Луну это сложновато. Да можно на Луне почти отсутствует гравитация. Так что можно построить чуть ли не любительским способом 12-метровые, даже 50-ти, 40-метровые. Да что там в 40-метровые? Да хоть 120-метровые. Согласен. Потому что там гравитация в 6 раз ниже. Правильно. Любители лопаты в руки и на Луну. Спасибо. Спасибо за интересные вопросы. Я как-то раз в интернете слыхал, что есть что-то вроде любительской домашней астрономии, потому что многие большие телескопы выкладывают как веб-камера в интернете. То есть то, что они наблюдают в каком-то месте размещают для широкого доступа. Это действительно так? Насколько это хорошо? но не настолько уже для широкого. Обычно научные наблюдения в течение года принадлежат той компании, той лаборатории, которая их провела. Вот если они за год не успели так сказать снять сливки, собрать все, тогда они обычно в силу традиции выкладывают это для общего доступа. Но есть и телескопы, которые тут же, просто через секунду после наблюдения, в частности, я вам показывал спутник Соха, который Солнце наблюдает. У него один из телескопов является коронографом. Это значит там в середине поля зрения есть непрозрачная рамка, такая, экранчик, которым диск Солнца закрывается и тогда телескоп может фотографировать вокруг Солнца все. Если кометы там рядом с Солнцем пролетают, на этих снимках видно. Так вот, с этого телескопа сразу идут снимки в интернет, и уже есть люди, в России есть такие ребята, которые, не имея вообще дома никакого телескопа, только компьютер, интернет, открывают кометы таким образом. Открыли уже их именами, названы кометы, вот по снимкам, переданным космическим телескопом. Пожалуйста. Вы упомянули в своей лекции о возможности построения 42-метрового телескопа. Такой вопрос, насколько больше он даст возможности, скажем так, насколько будет больше разрешения и какие открытия он позволит возможность сделать. И еще один такой вопрос, небольшой, насколько развитие именно ПЗС-матриц может что-то дать тому же самому телескопу, ну, условно говоря, 10-метровому, там, через 10 лет. Отлично. 42-метровый телескоп не будет воплощен, остановились на диаметре 39,5 метров, ну, я не стал это уточнять, ну, около 40 метров. Его уже строят. Что он даст? Вы видели фотографию звезда и планеты рядом с ней, экзопланеты. Мы уже научились фотографировать экзопланеты. Реально свет от них идущий. Но его так мало, что растянуть его в спектр и посмотреть, какие газы находятся в атмосфере экзопланет, еще невозможно. Слишком мало света. Когда вы спектр растягиваете, то яркость падает. Так вот, такое гигантское 40-метровое зеркало соберет достаточно света от уже открытых экзопланет, ну, и от будущих, чтобы его можно было спектрально исследовать и посмотреть, есть ли там кислород, вода и прочие интересные газы. Ну, то есть на предмет жизни поискать. Вот замечательно. ПЗС-матрицы они уже дали. Вот за прошедшие 20 лет ПЗС-матрицы повысили зрительные способности телескопов, возможность регистрировать свет от 5-6% количества фотонов зарегистрированы до почти 100. То есть сегодня ПЗС-матрицы достигли своего максимума. Все фотоны, которые попадают в телескоп, регистрируются ПЗС-приемниками. Уже дальнейшего увеличения их эффективности предвидеть невозможно. Именно поэтому в прошедшие десятилетия рост размеров телескопов был сравнительно небольшой. Это компенсировалось эффективностью ПЗС-матриц. Сегодня, когда эта эффективность достигла 100%, дальше мы можем увеличивать зрительные способности астрономов только увеличением размеров самих телескопов диаметров объектива.